Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Здесь знаки Снег почистился Снег почистился Ночью был снег Сейчас 3 часа дня И уже снег почистился Я думаю, что они раньше почистились Остановки Остановки Город там Это село деревня Остановка Остановк Остановки Остановки Домики такие прикольные. Это деревня. Женя, ты тут купил машину, дом. Смотрите, эти коктики, солнечные батареи на крышах у людей. Вот так вся крыша. Человек. Криотоники. Дома, причем вот эти пристроения, а вам уже по 200-300 лет. По 200-300 лет там аккуратнее и долго. А вот пасик. А вот пасик. Это уже что? Это вся... Это уже не все, да. Это уже мы приехали. Полностью. И я тут, где-то, 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 где-то. И я тут, где-то, 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 где-то. Гаражи. Вот эти два. Тоже соседи. И вот второй дом. Какой-то камень. Это здесь уже. Женя снимал видео. Было уже у него. На канале. На канале Имкер-Де. Пчелы летают. Пчелы летают. Пчелы летают. А что ты нам покажешь? И подумай, а я достану. А что написано? Злой он. Это, блядь, самый злой. Вот это самый злой? А зачем мы к нему? Нет, подожди, ты наперед его кипывай. Наперед, ага. Давай-давай-давай. И что вы делаете? Руки. Разобраться. Ай. Знаете, где люди говорят? Вот у меня пчелы погибли туда-сюда. Видишь? Расплод. Куколки. Ага, расплод, да. Смотри, трути. Вот. Видишь, куколки? Вот они. Сейчас смотри. То есть они бросились сеять. Клещ. Клещ, то есть это вот. То, что мы говорили с тобой про толерантность, вот это вот, они выкидывают это все. Ага. Больное. Вот, смотри, одна клеща остала. Короче, чтобы узнать пчел, почему они умирают, их просто можно в руках поделать. Вот эти два клеща выкидываем, допустим. А почему в трех корпусах? Короче, это корм я ставил. Ага. Ну, там чего нет. Мы когда так слушаем, и он дохнет, как это самое. Вот смотри. Видишь, злые пчелы и дохнут. Нет, это не клещ. Ну, зачем нам злые пчелы? Я к тому, что если в пчелах ковыряться, ну, прикинь, на такую горсочку, два клеща, до которых мы увидели, а если в них поковыряться еще... Можно много чего. Много чего еще можно найти, а просто люди не смоют, и потом... Ну, а тут у тебя тоже, ну, преимущественно кармика. Вот смотри, а эта семья была в трезе, она легкая, я просто корпус сверху поставил, ну, третий. Ну, тут тоже, тут сила громадная, вообще, тут они сели. Вот так они расползшиеся были, когда тепло. И вот он погибает от клеща. И тут растуда побольше. Он от клеща именно погибает от клеща, и он легкий, короче, они, блин, не дать сеют, и сеют, и не бросают. А сами сейчас нам оба крышу другую взять, цветом. Вот эта семья, она... Включая табаку, возможно, буду спрашивать. А эта бахаш, хотел спросить. Она гибнет, короче. И сожрала корпус, они, наверное, там, блин, расплодят, еще не бросали сеять. Вот раз в неделю хапкой, короче, чисто наблюдая за ними. Вот обработать надо их еще раз. Тут пчелы летают? Пчелы летают. О, а тут какие-то другие днища, или такие же самые? А это улья другие, конструкция, вот в которой фластмассовые шинки стоят. А, вот здесь все, они сладенькие. Это отводки с нуклеусов, что я стряхал. И закармливал, да? Да, закармливал, стряхал и закармливал. Ага. То есть, это то, что я сказал, мне пофигу, какой силы будет, я их потом соединю. То есть, этот вообще он слабенький. Ну, слабенький, нормально. Ну, на вид. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Вот. Короче, ну пойдем, он деревянный что-то. Короче, зимний нет, поэтому пока пора. Он деревянный. Тут что-то написано непонятно что. Ру, Рудь, Евгень, Евген. Евген. Во-первых, сама конструкция, где я садил, у него на хлыбочку просто крыша там устоит. Сюда вот такая еще железная крыша должна одеваться. Да, представляешь, только деталь, но это честно не для меня. Я так говорю только из-за того, что это самое, ну, мало, да? Не было. Пчелы в центр, да, сбились. Да, вот в тех тоже в центр. Ну, вот, как правило, вот так вот бельян. Я не знаю почему, как бы я не сказал, что он слабенький, да? По идее, нормально. Внизу можно, смотри. Я скажу, лебедит. Нет. Я к чему говорю, да? Это текарник опишется. Ты не как от водки сидят, тихо. Ну, у тебя прикручено. От водки сидят, тихо. И нет, на самом большинстве, все стартанули. Поэтому мне проще сделать кучу маленьких, и потом продать, чем зимовать в больших, и думать, хватит жратлых или не хватит. Конкретно по этой зиме. Без камней никуда. Это ж как космические камни. Чем больше камень, тем больше меда. А тут здесь больше карники или бакфаста? Тут все подряд в кучу. Все подряд? Это, короче, нельзя было вывезти туда, в это, где имение. А, в имение? Да, мы сюда выездили, потому что там бы мне не подняться было. Тут мы ездили, и потом уже там в начале остановились. По идее, вообще там все должно быть, чтобы туда уже не доехали. Короче, должно быть там все, потому что от людей, чтобы подальше было. Короче, это все до весны, потом что-то продастся, что-то себе оставится. Короче, просортируется, по-русски говоря. Все в расплоде. Это как бы основные сейфы получаются. Табак фасил писает. Валтантали, 173-я была. Но она уже не 173-я была. Что это? Это от кислоты ты сказал, зачем обработать? Да, да, да. Не выдерывали, бросили, и все. Они все у нас тоже 173-я тут. Они все 173-я тут. Валтантали. Что ты знаешь, что Валтантали? Ну, L написано. Ты же клеточки не поднимаешь. Нет, я же Бакфас не веду, я же не знаю, что такое было. Ну, теплые. Валтантали, а вдруг что написано? Легустика. Нет, его нету. Легустики по-другому. Пойдем. Откуда я знаю, есть у него легустика или нет? А вдруг легустика? Это чистый отвод. Это что? Чистый отвод. Отводки. Ага. Б-158. Амаленд. Это остров Голландии. 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 Они потом не зимуют в Левиче. Это слабенькие. Слава 42. Слава. Понятненько. Ну, сильные. Практически все одинаково. Да. Как бы как сказать. Как и Белефель говорил, когда мы были в Львове. Он сказал не позднее 14 июля. Это нужно сделать отводки. Чтоб пчела успела сменить. Ага. А это сделано, вот эта мелочь. Это все нуклеусы сметенные и все. Нуклеусы мыли в ящики и закамнивали. Все. И как развелось, так развелось. Понятно. Корпус со вставками пластика. Это ты сам делаешь это? Нет, это магазины. Это же деревянные. Магазины. Ну, можно по-другому сделать, короче. Мне не нравится. Ну, тут... Вот эта перемычка посередине вообще не зачем. Да. Ну, не, ни к чему. Вот они как-то. Ну, это все такие... Ну, клеусы как-то тряхали. А снизу закрывать, да? Да. Вот это обычное, ну, как бы ничего особенного. Вот это вот эта перегородка. Можно было... А что тут еще есть хорошие рамочки, да? Корпуса. Давайте загрузим улья денисовские потом. Там же. Откуда в Германии денисовские улья? Ящики загрузим сейчас. Немецкий склад. Немецкий склад. Да. Ты уже сюда перевез, да? Да. Киллеры. Ну, тебе больше нравятся киллеры, да, Жень? Да. Мне больше нравятся киллеры, потому что мне проще с ними работать. И, как сказать, объем пчел больше. У нас пропало все равно. Это апидея. Апидея хорошо, говорят, идет в Австрии, Швейцарии, Хорватии. Апидея. Опа. Маленький. Ё-моё, надо купить все-таки хоть один. Объем. Апидея. Здесь кормушка должна быть еще. Не, ну, киллер, да, кормушка. Это киллер, это апидея. Ну, конечно, апидея лучше киллер. Больше пчелы, теплее. Да-да, вот для нас, я говорю, это самое. Ну, вот, Юр, Майло, допустим, с Ваней Никитенко мы апидея нравились. С Ваней Никитенко он сделал как бы кофе себе, ну. Апидея. А сколько мой вчера апидея стоит? Апидея стоит около 20 евро, даже врать не я. Ох, ё, ну, нет, я брал по 13. Не буду покупать. А это что это? Это восхотовку не сделал. Хотел купить один педаль на Украину, нет. Не буду покупать. А что это? Нет, сними в каких он бочках. Это с бочки большое слило стартри. А что это? Это сироп. Вот так? В этих? Ну да, ну как ты в них можешь покупать, но я как? Это именно инверт. Но он тоже вот, я смотрю, кристаллизируется, да, чуть ли? Нет. Так, подожди, стой. Нет? Пчел внутри, ты имеешь? Вкусный. Пчел кристаллизуется, но не сильно. Нормально. Тогда я бочку привез, остаток сыр. Но вы сахар не варите, вы покупаете эти сиропчики. Нет, нет, нет. Для киллеров. Это для киллеров все вот. Женя, а скажи это, вот это керамочки, они пристраивают к киллеру? Бывает такое? Ну бывает. Ну бывает. Мало. Надо ходить с ножиком типа. Ну вот. Короче, перестраивать только когда нуклеоз становится перезаселенным, то есть получается. Да. У нас же как получается, как скажем, если взять Украину, Россию, ты же продаешь там большими объемами маток. Допустим, ты продаешь там 200-100 маток или еще сколько. По Германии идет количество маток, допустим, 5 в день, 2 в день, 10 в день, 20 в день. То есть нет такого заказа, когда человек тебе приехал и сказал, я тебе там куплю 100 маток за раз, да? То есть, торговля идет длинная, ну маленькими как группами. Получается, что матки, получается, как бы пересиживают. Или, допустим, опять же, допустим, ты отправляешь или ты куда-то там на остров или еще куда-то. Забиваешь полную кормушку. Если повезло, пчелы могут там что-то собрать еще, ну попутно, да? И уже приходят домой, как правило, через 2 недели, пчелы с печатным расплодом. Ага. Этот расплод, как получается, допустим, если матка уходит куда-то на Украину или в Россию, да, там, ну без разницы, да, куда. Да. Получается, матка там живет, допустим, еще неделю, то есть ты привозишь к острову, она еще неделю живет, получается, она тебя рассеется там полностью. И в итоге у тебя получается, когда пчела это выходит, у тебя, ну как, вулкан, короче, хермушки застраивают, все застраивают. А что это Фадеева, это же Фадеева. Да, да, Фадеева, Фадеев, давай грузи завтра. Он уже в Германию собрался, добрался до Германии. Вот эти, вот эти деревянные штучки-то. Ага. Слышишь, Жень, а это, а зачем тебе, ну, Дениса Фадеева ульи? Мне? Да. У тебя же, ну, реально, пидея есть. Это есть черная реклама. Мне? Мне выгодно для того, чтобы зимуальта было мало. Чего, я хочу попробовать. Вот эти деревянные же мы вчера я тебе показывал, а у меня в них погибают. Я хочу в этих попробовать. А мне, потому что они решили, они выходят 21 евро с дорогой, а они мне там купить 30 лишних. Ну, то есть и выгодно, и как хочешь на зимовке. Ну, смысл, на одном корпусе, я не знаю, получится или не получится. Ну, как вариант, на одном корпусе можно закормиться. Я думаю, что она же пчелы сеет дольше, чем у вас, допустим. Ага. У нас в октябре расшлось, может быть. А так получится, или кормить надо будет, или на двух корпусах зимой, тоже вопрос. Понял? Ага. А что вот это у тебя, вот это? Эта вот скотовка, но я еще не использовал ее на новую. Нульс? Короче, ее надо... А как она тут? Парагенератор или что она тут? Она может огнем топить низ. Ага. То есть это, ну, как вода, котел. Я понял. Или может через верх подачу сделать. Короче. Вот, тогда можешь подачу делать. Ага. Ну, там рамки, да? Ставятся рамки? Да. Стоя рамки ставятся стоя. Ага. То есть вот. Да, да, да. Рамки ставятся под парни или вода. Да. Это Андрей, хороший мой знакомый, как сказать, наш. Человек из Русской. Сделан, я хорошо. И тут у тебя вороночка есть, я смотрю. Да, воронка вот в тем, вот ты сам, ящики вот те. Ага. Там, вот, кстати, крыши железные. Это я у знакомого купил. Это деревянные. Это деревянные. Вот эти крыши. Посмотрите, как конструкция пенопласта. Ну, вот это дно. Не, ну сделаем. Это раньше пластик. Да, сейчас вот это. Потому что пластик ломается в то время. Не, ну оно добротное такое. И, по-моему, у неё плотность, как у Дениса, да? Дениса? Или нет. Поплотнее. Вот рядом. Дениса плотнее. Дениса плотнее? Да. Этот... Тоже плотный. Ну, плотный. Ну, смотри, тут пузырьки больше. По шарикам мы можем. У Дениса маленькие пузырьки, а там большие пузырьки. Прикольные. Так, пойдем. Я тебе сорочки покажу. Да. Пойдем. Тут мы... Посмотрели. Сейчас загрузить надо. Не, нормально, Денис, ты, конечно. Умничка. Барыжа. В общем, люди тут жили в свое время, что тут обрабатывали камни, надгробные камни делали. И шарматура даже осталась. Короче... Вот этот цех хочешь сделать. А тут вот так я перегородить хочу, но это дорого будет стоить. Не знаю, когда. Тут вот так греть буду. Ну, то есть так квадратом выложу, тут греть буду. Угу. В этом месте. Чтобы подача... Да, комната была. Да, где нагревать. А отсюда будет подача, и тут линия полностью 11 метров ставим. Пенопласт. Торцовочка. Ух ты, метаба, как у меня почти. В общем, они тужили, какие комнаты была от посуда. Сюда и сюда. Крыша прикольная. Крыша. Да. А какого года? Велик. Ой, ну до военной. До военной. Короче, вот это цех все будет. Ну, со временем. Да. Да. А какого года? Уже готовый только надо подсаманить. Да. Ну, а сейчас на курятник. Сейчас пойдем сходим на курятник. Короче, на крышу 400 евро. Потолок подшедет. Там квадратов. 7 на 400 метров. А, квадрат 400 евро. Нет. Нет. Вот. Еще одно помещение. Это то, которое... Тут уже рамки. Да, я понял. О, а это что за ну? О, опять Денисов. А что это? Вот это мини-плюс. Вот это мини-плюс. Хермушка есть на него. Это и быстрее. Перегородка. Да. Ну, его можно корпусами. Джи-джи-ни. Если бы хотел маленький, можно забрать. Вот это? Да. Ну, он слетает, да, ты говоришь? Нет. Доктор Бухлер сказал, в нем объемы не достать, чтобы у нас они жили. Ага. Объема недостаточно внутри же. А я смотрю, у тебя в каждом помещении улиц Дениса Фадьева, да? Это я из подвала вылез. Ааа. Это у меня в подвале стояло, и я сюда вылез. Все еще лично вижу. Рамочки наколотил. Вот еще рамочки. О, пиво. Денис, бери бутылку пива. Не, я же не пью. Так я пью. Ну, так ты и бери. Ты что броня? Лесо. Медогонки, ведра на следующий год куплены. Когда медр обменяли же, мед сдавали. У тебя две медогонки? У тебя две медогонки? Хотя это премиум класса же. Премиум класса, что ли? Да. Да, премиум. Но они запечатаны, да? Ну да, они замотаны, чтобы пыль не попал. Две лысоневские. Астрид, слушай. И тара. Толстый. А что именно, Жень, такая тара? Я не знаю. Вообще, я хотел бочки на следующий год лить. Ага. Ну, слушай. И молдаван же такая же-то. Да. Да. Она сертифицированная. Да. Ну, я не знаю. Ну, в России тоже такая же тара была. Ага. Не знаю. Потом появились просто эти кубики. Кубики. Смысл кубиков? Ты их рядом можешь много поставить. А эти? Ну, тут у тебя... А тут что планируется? А эти тоже. Тут подрамки планируется? Или это просто на данный момент склад? Я подрамки хочу. То есть, получается, помещение не будет востребовано в самое ближайшее время. Ага. Я тут рамки хочу в складке. Оно сухое. Я быстрее постройку такого. О, что-то полезное. Насколько все ровно сложное. А, так они пустые. Да. Да, я хотел. Все, пошли. Тут не интересно. Тут не интересно. Это все из дома. Вывезли из подвала все, что было. Ага. Ну, чтобы сложить. Я же его испытать хотел. А у нас рамка не подходит. Мне надо кантик обрезать. Ага. Или нормальный маск. То кормушку надо устроить. Понятно. Все равно я сделал. Пошли. Пошли. А что вы делаете? Куда вы грузите? В заказчик. Он бы завтра в цели поедет. А, на выставку? Да. В цели. Видишь, какие-то тут еще появляются. Вот так вот привозят. Это все на драма буду сплавить. Потом возьмем с копеем. Ага. Денис. А ты решил покорить Германию, я так понял. Она уже покорила. А, он уже покорил ее? У рамки сколько? Ура, что сто. А, Сергей Рауш пользуется ими? Тоже? Это же тоже Рауши было. Ага. Приехал. Понятно. Я там половинка, а мне все выгрузили. Они посмотрели. А это, Женя, тебе осталось, да? Чуть-чуть? Ну, я так понял. Тебя вон там, вот это и там где-то есть. Я видел что-то. Да, это мое. У меня еще есть человек, который покорил. Стоп. Еще. Да, три куряти. Вот это куряти. О, а тут уже? Уже кормушки вон от киллеров. Рамочки. А вот это уже кормушки от киллеров, да? Да, да. Лишка тоже кормушки. Кормушки. А тут что будет? Тут я буду качать в этом году. Планирую. В этом? Да, вот сейчас. Не, ну а потом, когда ты сделаешь цех, что тут будет? Сауна, наверное. Сауна? Да, да. Такие решетки, да, ты пользуешься разделительными, металлическими? Еще я не думал, что я делать буду, короче. Честно говоря. Короче, я так понял, у тебя везде склады. Ну да. Тут склад, там склад. Теоретически так. В данный момент. Понятненько. Тут суши-то все стоит. Суши. Спасибо. Это уже дом. Мужик был архитектором. Сам дом. Роган. По архитекторам. Тут было бюро, короче. Он тут все делал. Опять павцы. Ожидание. Ожидание. Ага. Это Женин дом. Новый. О, он большой. Дом здоровый. Дом здоровый. А он что, продавался с мебелью? Да, так есть. Вот это котел. Мебель, диваны. Тоже есть по кругу у меня дома? Кухня. Тоже какой-то котел. Что-то тут котло много. Комната, а? Нифига себе тут сколько. Комната. 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 А еще и подвал. Туалет. Прикольно. Комната. Комната. Подвал. На улицу, да? Постарайтесь. Короче, сейф был. Когда мужик умер, короче, сейф вырвали. А там нифина не было. Смотри, смотри, смотри. Сейф был. Прикольный. Какие ты сделала? Уголь крупный. Ну и что? А. Такой прикольный. О, сейф. Какого года еще раздет, и как проводка себя сделана. А прикинь, а на проводку как сделана. А прикинь, а на проводку как сделана. У меня вот, у Гифмани поразила, проводка как сделана. Угей. Честно, мукость. Я ошибаюсь. Да. А галёного ничего не надо. О, Женя, это ты тут аварил по видео, да? Да, да, да. это и тут варил рамки в действительности домогилы в гараже тут у тебя снято закончится а скажи мне а вот и все равно пенопласты покупать деревянные Будешь докупать? Короче, возможно, когда-нибудь. Электрикой, да, как всё сделано? Это в те годы так всё делали уже. Я не знаю, сколько это когда поставлено, но... Тебе. Я от этого, короче, восторгиваю вообще. Рамки нужны вообще. 97-й год. Прикольный такой домик. О, я нашёл. Бухло. Да. Я второй дом покупаю и второй дом, короче, с бухлом. Короче. Какого года? 2009-го. 2009-го. Мы такой не пьём. Если бы 1909-е. Можно было бы и шмальнуть. А есть снапс в Германии? Снапс есть в магазине. Браков продаётся в магазине. Что это такое вообще? Смотри, антикетка 1971-го года вино было. Офигеть. Блин, наверное, антикетку можно продать дороже, чем чё-нибудь. Офигеть, да? Короче, это коптилка была, не знаю, коптиль или не коптиль. Ага, прикольно. А, тут компании-то, тут пол-дома-то нету. Так, этого, понял? Тут темно. Да, пол-дома, земля, е-мое. Ух ты! а то есть ты можешь расширить ну я не знаю это земля я столько земли не вытащу на улице то есть это камень не ну да ты видишь про землю тут полу камень и щебенки так это тут еще можно какой-то это все можно выкопать это короче если война начнется бомба выезжаешь ага прикольненько стиль что так вы сюда выходили как с воровством пасек я один раз только встречался когда сволочь украла не то рамки вытащили а так я знаю случай 4 точно когда воровали именно у нас в поселке то есть то что воруют где-то дальше меня не интересует так воруют я не знаю мне кажется проще купить чем праздник если взять там у семья сто тридцовый раз стоит да все равно человек который ворует он же все равно ну как с пчелами знакомое и я не знаю получается у тебя угли есть да ну отдал эти сто тридцовый купил пчелы зачем тебе головой а так считаю что если ты украл пчелы ты пчеловод как бы все равно пчеловоды все друг друга знают вот смотрю много очень солнечных батареек про солнечные батареи я точно не знаю их все ставят но никто не знает какая выгода я не знаю какая выгода короче как сказал эдик знакомые которые работают на крестях если мы бы были в испании то на это было куда а тут вот такая погода почти практически всегда выработка короче никто не может сказать какая выгода я интересовался хотел поставить но нет единого мнения одни говорят то раньше ставил много лет назад они получали субсидии от государства то есть там очень бесплатно выходила так вот когда мода была вот на этот эко штром получать много лобби ну парида я не знаю как пускай будет ну гнать на экоэлектричество короче да на вот эти источники энергии как она называется альтернативные альтернативные то они получали большие субсидии от города сейчас это все как бы государство нанещает это сейчас уже то не субсидируется потом вот эти водяные коллекторы тоже короче все стоят там водяные коллекторы все ставят но ни один не скажет короче для чего не ставят но то этого допустим чувакам и вырежу которого у зайпа они то есть берут тепло землю не начать сидела на этого понятно чем это часть отопления короче вариантов отопления куча вообще реально куча то есть можно топиться хоть как и цена допустим сейчас мне стоит газ притянуть там вот на новом объекте 7000 евро только трубу дотянуть до дома и уже стоит подумать возможно разрешат бурить бурить скорее всего короче есть варианты отопления когда будет глубоко там сколько-то метров и заделывают а есть варианты когда по площади как бы сетку бросают вот там принцип холодильников когда у холодильника сзади греется вот это вот сетка звук только такой же принцип только охлаждается земле отопление идет дом вот это тепло потом есть другое отопление там сжатым воздухом что-то выбрасывать то есть друг плювку называется короче вариантов куча всяких это же считать на то есть сега стены 7000 сюда перекинуть так то есть получается у тебя только электричество останется а уже не надо никакого ну как энерго это допустим там соляры или газа но я не знаю как все работа только так я не знаю как все эти шутки